Паровозиком вниз и снова на вершину. Самарской детворе весело везде. Горка на площади Кирова – любимое место встречи здешних ребят. Самое главное – до дома рукой подать. Оделся потеплее и бегом кататься, рассказывает Арсений Лаусин. Тут очень быстро, очень круто скатываться. Я чувствую, что я как самолет. Чтобы развлечь себя в морозные дни, вовсе не обязательно ехать в центр города, говорят жители Кировского района. Мы лепим снеговика, мы катаемся на коньках, либо на санках. Тут мои все друзья, близкие. Мне очень нравится, как я катаюсь. Далеко ходить не нужно и жителям промышленного района. Аллея трудовой славы от дома Максима Горбача в двух шагах. Кататься здесь с папой на санках можно хоть каждый день. И родители рады. Чем ближе, тем лучше, потому что бывает замерзает, уже много наиграется, потом надо быстрее домой. Если на чем-то еще ехать, то это время тоже так раз – сразу домой. Да, отлично. Любители активного зимнего отдыха даже на льду крепко стоят на ногах. На площади Куйбышева на катке всегда многолюдно. Как только на улице темнеет и зажигается иллюминация, люди попадают в настоящую зимнюю сказку. Чувствую свободу. Когда ты летишь, не можешь остановиться. Главное, чтобы я не улыбнулась. Главное, чтобы дыхания хватило. Главное, чтобы не споткнуться, ни в кого не врезаться. Аккуратно, чтобы все было. Чтобы никто на меня не наехал. И после того, как у меня папа перебывает, мне кажется, когда я иду по снегу, что я еще на коньках еду. Всего в городе работает почти сотни катков. Среди них и площадки в школьных дворах. Они пользуются большой популярностью среди самарцев. Поэтому за ними ухаживают особенно тщательно. Большие были снегопады. Очень много работали новой техникой. Постоянно приходилось катки чистить. Потому что они работали у нас и как катки для хоккея, так же и как катки для маленьких и больших детей. Очень много семьями у нас каталось на коньках. Приходили целыми семьями. Организованы были и теплые раздевалки. Любимым времяпрепровождением в новогодние каникулы стали многочисленные елки. Во всех детских садах прошли утренники, а в школах – новогодние балы. Были и тематические елки – национальные, кадетские для участников молодежного парламента и волонтерского движения. Те, кто желал посостязаться в остроте ума и эрудиции, могли принять участие в викторинах. Они прошли в детских библиотеках. Театры и дома культуры порадовали и детей, и взрослых сказочными постановками. Всего в городе прошло почти полторы сотни новогодних мероприятий. И главное – елка на площади Куйбышева. Наша задача должна стоять в том, чтобы люди могли цивилизованно, культурно отдыхать внутри нашего субъекта. Вот это очень важно. Вот примеры соседних республик. Они говорят о том, что сам субъект может быть интересен не только коренным жителям, но и жителям соседних областей. Последние годы делается немало в этом направлении, но темпы должны быть выше, гораздо выше. Зимний досуг самарцев не ограничивается чертой города. В загородных лагерях «Заря и юность» проходят военно-спортивные игры «Найди Деда Мороза». А победители конкурсов на лучший новогодний рисунок и лучшую новогоднюю игрушку отправились еще дальше – в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. Алина Чемерис, Марина Матвейшина, Артем Сулайманов. События.